Всем привет! В эфире RSS Lento 2 и с вами я, Дима Кордиан. Сегодня вы увидите презентация нового айфона. Брюс Уиллис снимается у российского режиссера. Massive Attack выпускают документальный фильм. Андрей Аршавин делится имуществом с матерью своих детей. И скутер поет в пылесос. 10 сентября прошла презентация нового поколения айфонов. Теперь при ответе на вопрос, какой у тебя телефон, самым модным счастливчикам нужно уточнять 5S, S как доллар, чтобы не перепутать с более дешевой моделью 5C. Одним из главных нововведений стал сканер отпечатков пальцев. Еще у нового 5S более крутой процессор A7, хотя насколько он увеличит производительность телефона пока непонятно. Говорят, что после презентации акции Apple упали, а новые чехлы для айфонов уже сравнивают с кроксами. Брюс Уиллис снимется в фильме российского режиссера Сарика Андреасяна. Правда, съемки пройдут в Голливуде, поэтому, наверное, правильнее будет сказать, что Сарик Андреасян снимет Брюса Уиллиса. Проект называется «Принц» и рассказывает историю бывшего бандита, приехавшего в Лас-Вегас на поиски своей дочери. Группа Massive Attack совместно с кинодокументалистом Адамом Кертисом создали абстрактный фильм, рассказывающий историю последних 50 лет развития человечества. Фильм назвали незатейливо «Massive Attack vs. Adam Curtis». Он создан из кратких отрывков кинолент, любительского видео и выпусков новостей. Участие Massive Attack заключается в создании саундтрека, в который вошли произведения, созданные различными авторами за последние 50 лет. Премьера фильма состоится 28 сентября на Манчестерском международном кинофестивале. Не так давно стало известно, что знаменитый российский футболист Андрей Аршавин разошелся с матерью своих троих детей Юлией. На днях Андрей вернулся из Англии в Питер и все заговорили о возможном воссоединении пары. Но, к сожалению, это не так. Андрей, как порядочный мужчина, решил достойно обеспечить женщину, прожившую с ним много лет и родившую ему троих детей. Аршавин собирается продать несколько своих квартир, а деньги отдать Юле на воспитание детей. Не стареют души ветераны. Скутеры сейчас поют «How much is the fish» пылесос так же зажигательный, как 15 лет назад. Не верите? А мы вам покажем. Самый ненавистный вопрос для Эйч Пи Бакстера – сколько стоит рыба? Тем не менее, этот вопрос солисту группы «Скутер» считает своим долгом задать каждый репортер. Несмотря на дикий сценический образ, а «Скутер» порой крушает на сцене все во время выступления, Эйч Пи Бакстер ведет спокойный, размеренный и закрытый от папарацци образ жизни. Хотя сам он утверждает обратное. В этот раз Эйч Пи Бакстер в Москве не из-за концерта, а ради рекламы известной торговой сети. Такое с ним впервые. И это не единственное, что Эйч Пи делает в первый раз во во время нынешнего визита в Москву. Съемки ролика проходят ночью. Не спать ночами музыкантам приходится достаточно часто. Все чаще Эйч Пи обращает свое внимание на новые проекты, которыми можно заниматься днем. Например, с 2012 года Эйч Пи Бакстер является членом жюри немецкого шоу музыкальных талантов «Х-Фактор». В Москве Эйч Пи Бакстер пока один, но совсем скоро, а именно этой осенью, группа скутеров в полном составе отправляется в тур по России. На этом пока все. Следите за нашим эфиром, и вы узнаете еще больше интересного. Вы смотрели РСС Ленту О2. С вами был я, Дима Кордеев. Новости о том, что вам интересно, потому что О2 — это про тебя. Не переключайтесь.